Роман Брис очнится игру Максима Шабанова, депутанта сборной, со второго периода он не играл. Это международный уровень, и здесь плотная очень игра, плотная игра, нет пространства, как вот на клубном уровне дают пространство, можно по чистому льду играть, показывать свои лучшие хоккей. Здесь плотно очень соперник сыграл, и это внесло свои коллективы. Привет! Сын Дениса Зарипова, Артур, неожиданно подписал взрослый контракт с командой ВХЛ. Он будет выступать за Казанский Барс. Удивительно здесь то, что на молодежном уровне Артур выглядел весьма бледно, и в иных обстоятельствах он не мог бы рассчитывать на подобное соглашение. Ну что это такое? Представители нападающего трактора Никита Тертышного настаивают на обмене в другой клуб, однако трактор ждет хорошей компенсации, а ее нет. Тем временем в Акбарсе продолжается комедия. Накануне прошла открытая тренировка Казанского клуба, на которой не было Дамира Жоферова. Форварда уже не допускают до занятий, так как главный тренер четко дал понять, ему хоккеист не нужен. С чего вдруг тренер распоряжается активами клуба, который он покинет следующей весной, не совсем понятно, но такова ситуация. Однако обменять Дамира не так-то просто. У него в контракте есть запрет на обмен, так что менеджеры не могут просто так отдать хоккеиста кому угодно. Понятно желание представителя форварда уйти в такой ситуации просто так, за символические тысячи рублей или за хоккеистов, которые вряд ли принесут пользу. В Казани это невыгодно, но и платить 60 миллионов человеку, не выходящему на площадку, очень странно. Кто виноват в этом, мы разберем после сезона. Но что-то надо делать сейчас, а пока тупиковая ситуация. Дамира хотели бы видеть в авангарде, но сделка зависла. Да и тройной обмен с участием Металурга сорвался. Больше всего жалко Жоферова, который теряет целый сезон. Конечно, он талантливый парень, и если даже уйдет куда-нибудь в декабре, то способен заиграть на высоком уровне. Однако ему будет очень тяжело психологически, да и игровой тонус вернуть тоже сложная задача. Помогли бы тренировки прямо сейчас, но заниматься не с кем. Это история о том, как в сильном клубе нанимают тренера в обход генерального менеджера. А последнего делают крайним в сложившейся ситуации. Однако Марат Валюллер вообще ни в чем не виноват. Он-то отработал отлично. Тренера надо менять. Не работал с казанской командой и защитник Алексей Марченко. Вероятно, он впервые выйдет на лед только после праздников. Нападающий системой Оттавы Егор Соколов неожиданно подрался в матче АХЛ. И выглядел он так себе. Но мы переживаем в Северной Америке совсем за другого хоккеиста. Александр Овечкин обновил собственный антирекорд. Он не забивает 11 матчей подряд. Этой ночью хоккеист провел на льду против Филадельфии 22 минуты. Его команда уступила в серии булитов, но на счету самого знаменитого хоккеиста мира нет набранных очков. И показатель полезности минус один. Александр нанес 4 броска, но пробить Самуэла Эрсона не получилось. Что же происходит с Овечкиным? Это временные трудности или большой кризис? Однозначного ответа нет. Один из матчей без голов это реально очень много для любого нападающего. Особенно для того, кто проводит на льду много времени. Ведь у хоккеиста 5 минут в большинстве этой ночью. Но в чем же основная причина кризиса? Александр не мог так резко сдать. Даже если посмотреть матчи, то видно, что он двигается, старается. Не стоит на месте в ожидании шайбы, а борется за нее. Говорят, что все готовятся к Александру. Но ведь это было и раньше. Видимо, наступил какой-то момент, когда нашему форварду придется поменять свой стиль хоккея. Так было, например, в год, когда он выиграл Кубок Стэнли. Овечкин тогда стал больше играть на партнеров. Что-то придумывал. Но и партнеры были другие. Кризис Александра полностью связан с тем, что пропали крутые центральные. И если в клубе хотят, чтобы знаменитый рекорд Грецкий пал, то нужно искать на рынке помощников для Александра. Нападающий Сент-Луиса Павел Бучневич забросил десятую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота Оттавы. Надо ли говорить, как смотрелся Владимир Тарасенко в Оттаве? Ужасно. И последнее. Нападающий 2008 года рождения Илья Морозов подписал контракт с клубом Американской юниорской лиги. Ну и кто у нас там ответственен за то, чтобы российские ребята не уезжали? Вы работать собираетесь? До свидания. Кирилл, как игру сегодняшнюю прокомментируете? Ну, первый вперед я не помню. Второй. Честно говоря, после удара плохо, что помнится. О aside. Продолжение следует. Продолжение следует...